День учителя Наукоград и технический вуз края подписали соглашение о сотрудничестве, пишет бийский рабочий. Предприятиям Наукограда остро требуются специалисты для промышленной сферы. Для этого на базе технологического института филиала краевого вуза открывают новое направление – мехатроника и робототехника. Официально его должны презентовать 12 октября. Добавим, основными заказчиками молодых специалистов, выпускаемых в Политехе, являются ФНПЦ «Алтай», Бийский олеумный завод, СИП «Прибор МАШ» и другие предприятия, специализация которых – биотехнологии, химпроизводство и оборонка. А вот Рубцовская инфа посвятил материал модернизации РЖД. Он пишет о том, что в ближайшие два года появятся новые, более комфортные типы пассажирских вагонов. Они придут на смену традиционным плацкартным. Также в поездах вместо полок будут капсулы или по-другому места капсульного типа, где для пассажиров будет создано индивидуальное пространство. Также есть предложения по пространству-трансформеру, где можно будет сформировать свое место для поездки. В Алтайской колонии свяжут вещи для недоношенных детей и с патологиями, информирует Комсомольская правда Барнаул. В год добровольца в исправительной колонии номер 11 решили реализовать проект «Дарю тепло», чтобы помочь клубу вязальщиц Барнаула «28 петель», который уже на протяжении года передает в отделение неонатологии края крохотные шапочки, носочки, варежки, жилетки и коврики. Первую партию вязаных вещей из колонии планируют передать в детские больницы к 17 ноября, Международному дню недоношенных детей. На Алтае пройдет крупный фестиваль туристических и спортивных фильмов, сообщают аргументы и факты. На него уже заявлено более 30 работ из Бийска, Барнаула, Новосибирска и Горноалтайска. Фильм должен быть со смыслом, нести художественную ценность. Фестиваль «Алтайский край. Место силы» пройдет с 19 по 21 октября в санатории «Рассветы над Бий».